Всем приветики, ребята! С вами Натали, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня видео про вкусняшки. Японские вкусняшки, все как я люблю. Обожаю тестировать, делиться с вами своими впечатлениями, конечно же. И сегодня у меня исключительно японские снеки, и здесь есть также сладости. Также хочу сказать, что в конце этого видео будет конкурс, где вы сможете выиграть в точности такие же вкусняшечки. Обязательно досмотрите это видео до конца, если хотите получить от меня подарочек. И к этим вкусняшкам будет еще кое-что очень классное и интересное положено в посылку лично от меня. Поэтому я желаю вам приятного просмотра. Обязательно пишите в комментарии, пробовали ли вы что-то из этого. И вообще, какая у вас самая любимая азиатская вкусняха? Какой-нибудь, может быть, снек или сладости? Обязательно пишите в комментарии. Я все-все-все читаю. Если вы напишите что-то такое интересненькое, что я еще не пробовала, мне оно надо. И я где-нибудь найду из-под земли, как говорится, достану, закажу и обязательно попробую. Итак, первое, что я сегодня буду пробовать, это вот такие печеньки. Первое, что я подумала, когда взяла эту упаковку в руки, такая, так, здесь как будто целый зоопарк, это мартышки, и львы, и бегемотик, и зайчик, кого здесь только нет. И вот здесь как будто лежит большой-большой кротик или собачка. Я так и не поняла, кто это, если честно. Давайте проголосуем в комментариях, собачка это или крот. И это у нас зверюшки-печенюшки. Почему? Потому что здесь внутри печенье по форме, как животные, и на каждой этой печеньке, собственно, написано название животного на английском. Животных идет аж 46 видов, но понятно, наверное, не в одной упаковке, а вообще. Я так поняла, что 46 видов распособлены по разным упаковочкам, то есть по разным типам вот этих печенюшек, и где-то такой комплект животных, где-то другой комплект животных, где-то третий, четвертый. Эти печенья, кстати, популярные лонгселлеры, они в Японии пользуются спросом. Такой внутри пакетик розово-голубой, смотрите, какой он симпатичненький и яркий. Как вы уже понимаете, это печенье идет для детишек, чтобы они изучали животных, также изучали английский язык, потому что на каждой печеньке на английском написано название этого животного. Как они вкусно пахнут, словно, знаете, какое-то топленое молоко или сгущенка. Что-то такое очень-очень нежное, как будто аромат из детства. Какой-то утренний такой сдобный аромат. А так как это печенюшки для детей, они содержат кальций, омега-3, который детям полезен, а также они содержат клетчатку, которая помогает работе ЖКТ. Вот так они выглядят внутри, и тут прям большая такая упаковочка. Так, я взяла курочку, смотрите, пиджон, пиджон. Но пиджон это не курочка, конечно, но форма как будто курочки. Давайте попробуем. Какие-то прям нежные, тоненькие, хрустящие wild boar. Кто это? Ну, очень-очень нежные, молочные, но прям как какая-то домашняя действительно сдоба, в меру сладкая, а она еще прям так гремит, как будто набор каких-то карт. Так, а вот это кто? Я даже не знаю, кто это. Паркюпайн. Это дикобраз, мне кажется. Если вы знаете перевод, то пишите. Фокс. Лиса. Дир. Олень. Несмотря на то, что хрустящие, они прям мягкие, они растворяются, они на языке прям тают. В общем, это очень вкусно. Ребята, ну а сейчас будет вообще очень странная вещичка. Это желе из коньяку. Я ни разу не пробовала ничего подобного. Такие у меня здесь три вида с разными вкусами. Здесь, короче, апельсин, манго и со вкусом вот такого фиолетового виноградика. Вообще, это желе идет для красоты и здоровья. То есть, оно не только вкусненькое, оно еще и полезненькое. Типа такое бьюти-желе. Ребята, мне очень интересно, и я предвкушаю. В каждом пакетике идут еще индивидуальные пакетики с подушечками этого желе. Но это желе добывается из растения коньяку. Полностью оно называется аморфофалус коньяк. Начну я, пожалуй, со вкуса манго. В последнее время я очень фанатею по манго, по различным напиткам с манго. Короче, все, где есть манго, я это люблю. Ого, как пахнет. Ой, какие-то летние мотивы в голове заплясали. Короче, в каждом пакетике содержится по 6 пакетиков вот этого желе. Оформление, конечно, и вообще это все выглядит так, будто какая-то приправа маленькая. Мне интересно, там жидкое это желе или как. Надо открывать будет сейчас очень аккуратно. Так, короче, выдавливать буду прям в рот. Ой, это как будто какой-то гель. Такое интересное по своему ощущению во рту. Понятно желе, но я как бы очень редко ем желе. Поэтому для меня это каждый раз что-то такое интересное. Слушайте, а очень вкусно. Вот такой непритерный вкус вообще. Словно какой-то вы сок пьете, чуть смешанный с водой. Это нельзя даже отнести к какой-то сладости полноценной. Это очень натурально. Давайте теперь со вкусом виноградика попробуем. Как классно пахнет виноградом. Знаете, такой виноград, который как мармеладик. Я не помню, как называется, сорт Изабелла. Если нет, то исправьте меня, как называется такой сорт. Там легко снимается вот эта кожурка. И такое ощущение, как будто вы жьете мармелад. Вот что-то подобное. Походу из того самого винограда. Кстати, очень интересный тут факт. В одной упаковке содержатся клетчатки, как в двух качанах салата Айсберг. И еще тут содержится 300 миллиграмм рыбного коллагена. Ммм, вот этот более жиденький. Прямо, ой. Как будто такой слезнячок лезет. Ну что, виноградик. Как будто какую-то рыбку себе в рот запустила. Именно по консистенции. Как будто какая-то рыбка. С манго мне понравился больше. Наверное, потому что я и манго люблю больше. Ну, вообще, вот этот тоже вкусненький. Проскакивает на ура. Как будто вы действительно вот съели что-то такое чуть-чуть сладенькое, такое кисловатое. С натуральным вкусом самих фруктов. Обалденно. Ну и апельсинчик. Пахнет прям фантой и аспиринкой. Ахаха, аспиринка. Какая-то там кислота. Аскорбинка. Кстати, головной офис этой компании находится в городе Нумато. Очень хочу съездить в Японию еще разочек и посетить как можно больше городов. Потому что мы были только в двух. Потекло, потекло. Офис расположен почти что в центре острова Хансю на речной трассе. Там выращивается много всяких вкусняшек. Так, давайте-ка апельсинчик. Я прям как будто сейчас коллаген почуяла. Что-то как будто есть, знаете, не только апельсин. Словно чуть-чуть привкуса алоэ. Вот очень своеобразные, в общем, вкусняшки. Прям очень своеобразные, правда. Сколько я пробовала желе, вот это прям как-то выделяется. Оно совершенно другое. Если, конечно, вы пойдете в какие-то наши магазины и купите вот просто желе дешевое, эти баночки, это вообще не то. Тут прям какая-то особенная такая история, совершенно другая. Слушайте, я хочу еще. А можно, 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 я еще съем и все. Кстати, такие желе еще, знаете, есть с какими вкусами? Персик, яблоко, кофе, глубокой обжарки. Не представляю, если честно, кофейное желе. Мускат, мандарин, уншиу. Это что за мандарин такой? Ну и, конечно, богатое содержание пищевых волокон. Ставлю пятерку. Мне безумно понравилось. Главное, мне сегодня это случайно все не доесть. Надо оставить Валере. Вот такая у меня упаковочка желто-коричневая. И здесь хрустящие палочки, кажется, в шоколаде. Кукурузно-шоколадные палочки. Называются они хэппи-стик, то есть счастливая палочка, так счастлива ей, весело живется от того, что ее сейчас съедят. Я так понимаю, и от того, что она шоколадная. И внутри у нас палочки в шоколадной глазури. Ух ты, как пахнет. Запах дорогого какао. Скажем так, правильного какао. Насыщенный такой аромат. И вот они, палочки. У меня уже рот сам открывается. Производитель нам пишет, что это палочка на один укус, чтобы весело похрустеть. Ну что, давайте посмотрим, весело ли я хрущу. Ого, они такие мягкие. Палочка прям пропитана вот этим шоколадом. Я думала, что только с поверхности это все находится. Ох, нет. Ой, а по факту шоколад просто упил еще внутрь. И у нас создалась такая, знаете, густая, приятная консистенция. Я бы сказала, это словно шоколад, но какой-то как будто супер пористый. И почему-то хрустящий. Потому что хрустящего шоколада я вроде не встречала никогда. И самое главное, в меру сладко. То есть они не переслоченные, чтобы прям сахар. Аж зубы сводит, да, там. Мне, конечно, если у вас есть пломбы. Да капец, какой вкусный. Я многого не ожидала, если честно. Они тоже тают у вас во рту. Они хрустят, но в то же время они прям пропитаны этим шоколадом. Ребят, поверьте, это очень вкусно. Если вы любите шоколад, если вы любите кукурузные палочки, то вам это нужно попробовать. Здесь тоже содержится кальций, клетчатка. Эти палочки тоже еще и полезные. Также здесь содержатся молочно-кислые бактерии. И все это сделано из цельнозерновой муки. Мне кажется, я сейчас всю пачку слопаю. Они пролетают как в форточку. Я же сожру реально всю упаковку, если я себя не останавливаю. Дальше у меня снова идут кукурузные палочки. Но они такие интересненькие. Они уже не сладкие. Хотя, может быть, там некоторые виды есть сладкие. Короче, это прям вот такая очень-очень легкая упаковка. Здесь у нас словно нарисована какая-то манга. Я хотела сказать комикс. Но так как это японский продукт, наверное, правильно сказать манга. Кстати, вот к вам вопросик. Если вы читали мангу, то какую вы можете мне посоветовать? Я очень давно хочу что-то взять, почитать, что-то купить. Но не знаю, с чего начать. С чего вы посоветуете мне начать, как человек, который никогда не читал мангу? Буду ждать ваших комментариев. Что нам говорит производитель? То, что попробовав вот эти палочки. Их там, кстати, несколько видов. Это я всего лишь первую достала. Попробовав эти палочки, вы познакомитесь с японской культурой, с блюдами японской культуры. Вы представляете, попробовав всего лишь палочку. Мне уже интересно. Ну и, конечно, мы просто получим удовольствие. Потому что хруст и вкус, это прям... Называется этот снэк, кстати, палочка у Майбо. И были они созданы в 1979 году. Короче, это было очень-очень давно. И по сей день это очень популярно. И с того 1979 года какие-то вкусы появлялись, какие-то исчезали. И на данный момент имеется 15 вкусов этих палочек. А у меня идет со вкусом креветки и майонеза. Вот это я хорошо начала, потому что креветки я просто обожаю. Майонез, греха не буду таить. Я тоже люблю. Пахнет селедкой. Не в плохом смысле. Я сейчас возьму просто от нее все. Смотрите, вот такая. Как будто большая-большая чипсина. Это очень вкусно. Боже, я сейчас съем всю. Да нереально вкусно. Она такая насыщенная. Хоть это и с креветкой считается палочка. Но я бы сказала, что здесь такое ощущение. На половину креветка, на половину вкус действительно сельди. Господи, как это вкусно. А как это пахнет. Она такая солененькая. Здесь много всяких приправ. Хочется сказать производителям, почему так мало. Сделайте упаковку, где прям будет их много. Хотя, может быть, такие существуют, я не знаю. Короче, я могу порекомендовать эти палочки людям, которые очень любят морепродукты. И в частности, селедочку. Я говорю вам, ребят, вам это нужно попробовать. Следующая палочка у Майбы у меня идет со вкусом соуса Якитори. Надеюсь, что я правильно ставлю ударение. И, кстати, сказать, что я не знаю, что это за соус вообще. Но здесь у нас на обложке этот котик. Или кто это, какое-то животное. В общем, курочки снизу бесятся. Котик там что-то орет. Я так подозреваю, что, может быть, это чем-то похоже на курицу по вкусу. Если вы разбираетесь и знаете, какой это соус, то с чем вы его можете сравнить, обязательно пишите. Я не знаю, какой этот соус может быть на вкус, но... О, мой бог! Пахнет, как соус барбекю. Как оно привлекательно смотрится. Самое главное, дырочка в ней такая. Ух ты! Прям дымком. Летний вечер в голове. На-на-на, шашлычки, шампиньончики жарятся. Рядом речка. Как это приятно. Ух ты, он более плотный. Такой кисло. Сладкий, минимально соленый. Вот именно кислотая сладость. Как будто немножечко даже глазированный, фрамелизированный чуть-чуть. Я не знаю, с чем сравнить. Ну, словно какие-то, может быть, куриные крылышки барбекю. Да, в принципе, любое мясо можно сделать примерно с таким вкусом. Даже овощи можно сделать с таким привкусом, если добавить нужные приправы. Если вы очень любите соус барбекю, то вот эта палочка у вас будет фаворитом. Дальше идет вот такая голубая палочка, голубой упаковки, точнее. И это палочка со вкусом соуса танкацу. Или танкацу. Если вы знаете правильное ударение, то, опять же, дайте мне знать или исправьте меня. Что у нас здесь имеется на обложке? Какой-то космический корабль в виде головы свинки. И, знаете, написано, что эти палочки возбуждают аппетит. Мне немного страшно, потому что это видео я снимаю вечером. Я не хочу, чтобы меня возбудило аппетит, потому что я и так уже достаточно все не съела. Но давайте, ладно, проверим. Самое главное, это тест. Первая ассоциация пахнет малосольными огурчиками. Рядом с которыми лежит горчица и кетчуп. Вот такая у меня ассоциация. Коричневая палочка такая. Ммм, она пикантная. Вкус горчицы. У меня есть такой дижонской горчицы. Медовая сладкая горчица. Но она прям смешана, как будто с томатным соусом. Ну, так как у нас нарисован корабль в виде свинки. Может быть, это какая-то приправа для свинины. В общем, да, прям, знаете, такое ощущение, как будто это картошка фри. Которую густо и обильно залили смесью кетчупа. Горчицы, немножечко майонеза. И это отдаленно напоминает мне немецкий фастфуд, карри вюрст. Это как раз, кстати, картошка там с сосисками. И как раз найдет и с горчицы, и с майонезом, и с кетчупом. Да, и огурчики прям, корнишончики какие-то приятные. Дальше у меня идет вот такая палочка со вкусом такаяки. И это не просто такаяки, а такаяки из Осаки. Кстати, когда мы были в Японии, мы были только в Токио и в Киото. До Осаки мы не доехали, но ничего, в следующий раз мы приедем и туда. А такаяки мы пробовали, конечно. Здесь должен быть вкус такой стружки тунца. А вообще такаяки, это такие шарики. Считается, как фастфуд в Японии. Внутри которых, я не знаю, может быть там разное бывает наполнение. Ну, короче, это такой вот шарик. На нем стружка тунца. Все это в кляре жарится. И внутри кусочек щупалец осьминога. Здесь прям видны приправы. Делень какая-то посыпанная. Визуально действительно, кстати, похоже на такаяки. Только если вот так вот обрезать и сделать это шариком. Это действительно похоже на такаяки. Мы заходили в какую-то забегаловку, прям маленькую кафешку. За таким стоячим столиком перекусили, пошли дальше гулять. Просто я ставила себе это, знаете, в такой чек-лист. Попробовать такаяки. Такой морской вкус. Какие тут морские вот эти твари. И прям кисло-сладкие, словно соус. Ну и, конечно, чувствуется тунец. Во! Это безумно вкусно. Если что, они вообще не острые. Кстати, никакие из этих палочек не острые. Пикантные, да, но не острые. Палочка у Майба со вкусом икры ментая. У меня икра ментая ассоциируется с детством. Я не помню, что там и как было, но что-то вот у меня прям напоминание такое, что она такая серенькая, какая-то полу... Немного коричневая. И в детстве мы мазали на хлеб. Я прям кайфовала. Кстати, написано, что понравится детям. Но мне действительно нравилось. Я была ребенком, и мне действительно нравилось. Да, это прям так и пахнет. Ребят! А еще немножечко похоже просто на сушеную рыбу аромат. Ну что, давайте. Японцы так четко передают вкусы, и я просто в шоке. Мне кажется, японцы лучше всех передают вкусы в продуктах. Это точно-точно минтай. Что мне нравится, что они действительно все не острые, хотя я вроде бы острые люблю. И они не пересоленые. Отчасти этот вкус похож на креветку. Я поклонница теперь этих палочек, мне кажется. Я должна буду еще заказать. Я даже не могу выделить, какая больше всего мне понравилась. Вот, напишите в комменты, какую из всех вы хотели попробовать больше всего. Но в конкурсе-то я подарю вам все. Я протестировала все вкусняшки, которые у меня были. Если вы тоже хотите что-то из этого заказать, то я оставляю ссылочку в описании этого видео. Вы можете перейти, оформить заказ, что-то себе тоже взять. И вообще посмотреть, какой еще есть ассортимент, конечно же. Ну а сейчас информация о конкурсе. Победитель получит в точности такой же набор, который я протестировала сегодня в видео. То есть здесь и сладости, и те самые палочки, и вот эти самые вкусные палочки, в которых я просто теперь фанатка. Ну а условия конкурса очень простые. Вам нужно быть подписан на мой канал, поставить лайк на это видео. Также подписаться на мой инстаграм. И в комментарии под этим роликом написать абсолютно любой комментарий. Абсолютно любой. Желательно, конечно, по теме видео. И написать свой никнейм в инстаграме. Это мне нужно для того, чтобы потом связаться с победителем. Результаты конкурса будут опубликованы в моем инстаграм через неделю в сториз. Поэтому следи и не пропускай. Ну а на этом я прощаюсь с вами, ребята. Спасибо вам большое за просмотр. Я так наелась, но вроде бы я еще хочу хотя бы одну эту палочку насаживать. Всем пока!